Класс оболочка boolean. Один из способов создания, используя константу внутреннюю true, например. Соответственно есть и false. Но можно и с помощью автобоксинга. boolean.boole2. Пускай опять же будет true. Кроме всего прочего, создать объект с класса boolean можно было бы, конечно, с конструктором, но конструктор помечен depreated, поэтому упоминать мы его и не будем. Также можно его создавать с помощью методов. boolean большой, значит, value of статических методов. boolean value of Опять же напишем true. У этого метода есть особенность, что каким бы образом не было написано слово true, то результат всегда значение boolean будет true. Понятно, что в обычном регистре точно будет. Давайте вот такую запись попробуем. Допустим. Также есть еще один метод более удобный, значит, результат вы видели true. 4. boolean.parse.int. boolean.parse.boolean. boolean.parse.boolean. Тоже передается строка. Тоже можем написать уже какое-либо другое слово. Кстати, а что будет, если будет написано какое-либо слово, которое отличается от true false? Ну, как вы догадываетесь, если передать сюда слово false, как метод value of, так и parse boolean, то тоже результат будет false. Что же будет, если передать сюда любую другую строку инициализации? Любая другая строка будет восприниматься так же, как ложное значение любая, отличная от true. Кроме всего прочего, у класса boolean есть статические методы, которые могут заменять логические конструкции. Ну, в частности, если у нас есть какая-то выражение boolean и boolean.parse. Понятно? И там, и там истина. Результат будет true и даже не будем, в общем-то, это запускать сейчас. Но можно заменить вот такой вот конструкции boolean logical end и передать сюда их просто как два параметра boolean1, boolean3. Ну, результаты в обоих случаях, как вы догадываетесь, будут одинаковые. Будет в обоих случаях выведено true. Ну, для проверки можем заменить, где у нас там false, в boolean4. boolean3 давайте заменим на boolean4 в обоих случаях. Понятно, что условие уже выполняться не будет. Ну, истинности всего выражения, и всё выражение получит значение false. Значит, как уже говорилось, есть методы or, ctor, то есть или, отрицание. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...